Как я уже сказал, рынок счетчиков довольно-таки серьезно сейчас зарегулирован, и в нем введена бальная система, и с 1 марта доля отечественных закупок в рамках 223 ФСЗ должна составлять до 90%. Мы проанализировали закупки, проведенные с 1 марта, более 300 закупок, значит, неправильная цифра 5, отыгранных счетчиков на 5,8 миллиарда рублей, и доля счетчиков, доля конкурсов, в которых в явном виде прописано и победили российские счетчики, это примерно 36%. Российские счетчики, внесенные в реестр, я подчеркиваю. Соответственно, только в одной из 300 вот этих закупок в явном виде было указано требование по применению ЭКБ. Ну и более 60% закупок, в них декларируется соответствие вот этому постановлению 890, ну, если кто не знает, оно именно как раз-таки регулирует применение интеллектуальных приборов учета российского происхождения на рынке. Декларируется, но, к сожалению, не выполняется. Соответственно, мы приходим к тому, что в России, я вернусь назад, есть 4 производителя ЭКБ, которые готовы это ЭКБ поставлять производителям счетчиков, но в большей своей массе закупаются счетчики, не внесенные в реестр 719-го постановления, соответственно, в них, скорее всего, не применяется отечественная ЭКБ. Что происходит на самом рынке? Цифра 5, пускай вас не пугает, это некая эмпирическая величина, на самом деле она от 3 до 5, это сравнение цен на отечественную ЭКБ и на аналогичную импортную ЭКБ, которая сейчас доступна и можно привести. И на рынке возникает ситуация, когда с отечественной ЭКБ ты приходишь к заказчику, причем заказчик понимает, что в рамках текущего законодательного регулирования ему придется применять это ЭКБ, и основной вопрос, почему все так дорого. А у производителя ЭКБ зачастую себестоимость материалов больше, чем цена готовой импортной микросхемы в Российской Федерации, везенная в Российскую Федерацию с НДС и так далее. Значит, ну и это некий замкнутый круг, который в пределе не приводит ни к чему. С одной стороны, есть производители ЭКБ, которые готовы эту ЭКБ поставлять на рынок, но на данный момент у них нет сбыта, и цена выше рыночной цены, доступной импортной. Соответственно, и есть условно зарегулированный рынок, но который может купить более дешевую микросхему в Китае в том же, и применить спокойно ее в своей продукции. Поэтому наше предложение – это введение отчетности о выполнении квот по закупке российской электроники, в частности ЭКБ, введение ответственности за неисполнение нормативных актов, потому что сейчас в явном виде какая-то ответственность, она не предусмотрена. В качестве мер – это введение некого выборочного контроля, использование российской ЭКБ. Механизм пока не понятен, но без этого, к сожалению, мы не придем к вот этой вот выстроенной цепочке, про которую говорили коллеги из Т-8. И подтверждение производителям электроники покупки отечественной ЭКБ на стадии серийного производства. То есть мы сталкиваемся с тем, что для внесения в реестр, допустим, у нас приобретается небольшая партия к ЭКБ, соответственно, когда идет масштабирование, значит, и участие в каких-то конкурсах, к сожалению, масштабирование нашего производства или сбыта не происходит. У меня на этом все, коллеги. Готов выслушать ваши вопросы.